Друзья, в одной из прошлых программ мы рассказывали о таблетках, которые можно скачать из интернета. Да, нам уже тогда эта идея не понравилась. И вообще, все эти вещи больше похожи на дополнительный способ обмануть нас и заработать денег. Но, чтобы не быть голословными, мы решили узнать у специалистов, можно ли скачать лекарства с интернета. Тем более, что подобные предложения периодически в интернете встречаются. И нужно знать наверняка, обман это или действительно работает. Поэтому давайте посмотрим следующий сюжет и выясним, чему верить можно, а чему нет. Да. Чтобы скачать лекарства из интернета, необходимо зайти на определенный сайт, зарегистрироваться, найти название необходимого лекарства, затем вставить в дисковод заранее приготовленный пустой диск, на который в течение 12 минут передастся излучение выбранного препарата. Затем нужно вытащить диск, положить его на стол зеркальной стороной вверх и поставить сверху стакан воды на 30 минут. После чего вода зарядится от диска и вы получите необходимое лекарство. Мы решили выяснить, действительно ли это возможно, или потребителей опять дурачат, пытаясь нажиться на чужом здоровье. Для этого мы первым делом обратились к IT-специалисту, чтобы понять, каким образом происходит процесс записи файлов на диск. И будет ли идти обещанное излучение от этих файлов. У нас есть какая-то инфа. Мы ее переводим в сложную систему через центральный процессор, в двоичную. В виде нулей, единиц, единиц и нулей. Ну, как-то так. Потом это все записывается на компакт-диск с помощью лазера. Лазер прорезает в диске вот такие полосочки, определенные выемки, которые он потом считывает. И если поставить на записанный диск стакан с водой, то вряд ли двоичный код, записанный на диск, сможет давать какое-то излучение. Излучение в данном случае только радиоактивное, потому что тот лазер, который пишет диск, провязает на него, он обладает некой долей радиоактивности, радиоактивного излучения. Все. Получается, от таких лекарств вы не только пользы не получите, но еще и можете испортить здоровье. Далее мы решили обратиться к науке. Исследователь Вадим Ганжа – биофизик. И он утверждает, что зарядить воду любым лекарством можно, но не таким способом, как указано в интернет-ролике. Таким способом, как там, переносить свойства не получится. Там они говорят на пластинку поставить, на диск, да? Но я думаю, что в данном случае это не будет работать. Дело в том, что от любого предмета всегда исходит электромагнитное излучение, которое с помощью специального устройства, репринтера, можно записать на пленку, например. Допустим, я вот взял копию таким образом. Предположим, она получилась. Я положил таблетку, произвел свои действия, и на пленке получилась у меня электромагнитная копия. Предположим, что это действительно действует. То есть у нас получилась какая-то такая вот синусоида, как вот здесь вот мы видим. Но когда мы стали обрабатывать ее цифровым методом, все режется с помощью специальных устройств на 16 кубиков. И таким образом мы получаем не синусоиду, а ряд вот таких кубиков, которые не являются никакой копией и не могут нести никакую информацию. То есть сделать копию таблетки можно, однако не скачав ее из интернета, а смастерив специальный прибор. И вот эта штука позволяет переносить свойства предмета. Вот здесь вот есть катушка приемная, куда я могу поместить там таблетку или свою собственную фотографию, когда я был маленький. Если я помещу ее сюда, то вот это устройство начинает излучать продольно, в продольном направлении, мою копию вот в это место. То есть я беру вот сюда и помещаю бутылку с водой. Таким образом вода зарядится и получит свойства таблетки, копию которой вы делали. Ну а если поместить в прибор свое детское фото, как утверждает Вадим, можно и помолодеть, и излечиться от болезни. Я на видеосъемке себе повредил колено и не мог ходить некоторое время. Потом химические методы никакие не помогли. Вот лекарства никакие. Стал экспериментировать здесь на кухне, обратил внимание, что после этого вот устройства у меня начинает самочувствие улучшаться. У меня колено это прошло практически. Вадим утверждает, что таблетки, полученные таким способом, будут нести лишь полезные свойства и не будут наносить вред организму человека. Допустим, если мы берем таблетку аспирина, переносим свойства, кладем сюда бутылку с водой или сахар. Сахар тоже очень легко забирает все. Потом вместо аспирина пьем сахар. То получается, что мы, когда пьем этот сахар, у нас организм отвечает так же, как и на аспирин. В общем, таблетки, которые нам рекомендуют скачать из интернета, могут помочь лишь при самовнушении. И тратить на это деньги не стоит. А вот чтобы лечиться с помощью заряженной воды, нужно быть как минимум физиком-исследователем. А где Алена? Ты что тут делаешь? Воду заговариваю. Ведьма. Дверь закрой. Дверь закрой.